В этот день, 13 июня 1858 года, подписан Тензинский трактат «Договор о дружбе между Россией и Китаем». 13 июня 1912 года в Москве открыт Музей изящных искусств, будущий музей изобразительных искусств имени Пушкина. 13 июня 1924 года утвержден декрет об организации кинодела в РСВСР. Появилась Совкино, Советская государственная организация и кинокомпания. Кроме производства, она занималась прокатом и импортом зарубежных лет. В этот день, 13 июня, родились Лев Лопатин, один из крупнейших философов начала 20 века. Многолетний редактор журнала «Вопросы философии и психологии». Дмитрий Голицын, сподвижник государя Петра I, после смерти императора стал одним из самых влиятельных людей страны. Дмитрий был старшим сыном в семье царского стольника Голицына и вполне естественным образом продолжил семейную традицию при дворе. Всего за несколько лет он получил звание капитана Преображенского полка и был направлен за границу для постижения науки воинских дел. Среди образовательных предметов присутствовала и навигация, обучение которой 16 русским дворянам заказал у знаменитого мореплавателя Марка Мартиновича государь Петр I. Обучение прошло не зря. В должности посланника Голицын направился в Константинополь с целью урегулировать вопрос о свободном проходе русских судов по Черному морю. Участвовал Голицын и в Азовском походе. Но его главное продвижение по карьерной лестнице состоялось на гражданской службе. Князь занимал несколько высших должностей. Киевского губернатора, президента камер-коллегии, что аналогично современной должности министра финансов, входил в состав Сената. Однако опала не обходилась стороной и Голицына. Все из-за воровства, к которому текотили все высокие сановные лица. Однажды Петр Великий, доведенный до крайности масштабами хищения, потребовал принять закон, согласно которому укравшую государство на сумму больше куска веревки, на этой веревке будет и повешен. Ему возразили, что тогда у него не останется ни одного подданного. Мол, все воруют, кто больше, кто меньше. Закон, надо сказать, так принят и не был. Но в сложившейся ситуации государь виновных все-таки наказал. Правда, оказалось ненадолго. Конфликт произошел между Голицыным, Долгоруким и Шафировым, супротив князя Александра Меншикова и оберпрокурора Скорнякова-Писарева. Шафиров обвинил светлейшего князя в том, что тот не без участия прокурора начал производить незаконный отъем соседних земельных участков, а не согласно их створившимся беспределам казаков зажать за решетку. Прокурор в долгу не остался, он обвинил Шафирова в том, что тот своему брату, переводимому с должности на должность, пытался выбить лишний оклад. И поскольку слушалось родственное дело, то Скорняков потребовало Шафирова выйти из присутствия. Словом, завязалась тяжба меж самых высокопоставленных людей империи. В итоге, взбешенный государь лишил Скорнякова пожалованных ему деревень, Шафирова приговорил к смертной казни, впоследствии замененную на ссылку. Голицын, являвшийся участником этой некрасивой истории, был лишен всех чинов и подвергнут штраф. После смерти Петра I, вступившая на престол императрица Екатерина, помиловала как Шафирова, так и Голицына. Тем более, что опальный князь не терял времени даром. Удаленный от трона, он занимал место серого кардинала, поддерживая партию правления внука Петра I, Петра II Алексеевича. Но самое крупное участие князя в отечественной истории было еще впереди. С его именем связана одна из первых попыток оговорить власть российского монарха условиями. Этот проект так и был назван «Кондиции», то есть условия. Уже сильно немолодой, но крайне влиятельный князь в 1730 году предложил на освободившись за трон Анну Иоанновну, племянницу Петра Великого. Взамен ей и предложено было принять кондиции. Ни с кем войны не вчинять, миру не заключать и верных наших подданных никакими новыми податьми не отягощать. И так далее. Что интересно, прибывшая из Курляндии Анна Иоанновна даже успела подписать сии кондиции. Но вот поворот. При поддержке гвардии новоявленная императрица кондиции порвала. И в конце концов 70-летний реформатор был заточен в Шельсельбургскую крепость, где он и провел свои последние земные дни. Так что стать автором первой русской конституции князю Дмитрию Голицыну было не суждено.